Приветствую вас. Если просто, вот если просто простым словом говорить, то ваша мама, она сидит в вашей голове, потому что вы в глубине души продолжаете считать секс чем-то плохим, чем-то таким запретным, несмотря на то, что мамы уже рядом с вами нет. Это так и называется, в принципе, родители в постели, ну или в комнате, где вот вы, в месте, где вы занимаетесь сексом. Вот. А вы продолжаете образом мамы, образом мамы запрещать себе интимные отношения. Вот. Правда, я так понял, что это появилось у вас в первый раз. То есть я так понял, что раньше такого не было. Вот. Ну если я, если я правильно вас понял, да, то мне показалось, что раньше не было такого. Ну могу здесь, я ошибаться, могу быть неправым здесь. Вот. А выгонять маму не нужно, скорее, скорее надо было понять, чего она хочет. Вот. Именно мама ваша, что она хочет. Вот. Что ей нужно. От вас. Да. Вот. И как-то договориться с ней внутренне. Для этого есть разные способы. Вот. В том числе, транзактный анализ. Вот. Как один из самых эффективных. Ну это работа определенная. То есть это определенная работа с вами. Вот. И какое-то время это займет. В любом случае. Так что здесь вам нужно настроиться по возможности на продолжительную по времени психотерапию. Вот. И выработать как отношение к сексу, так и, значит, отношение к своей маме. Вообще, я думаю, что если вы, например, перестанете испытывать страх перед своей мамой. Если вы выработаете адекватное отношение к ней, к своей маме. Вот. То я думаю, что появляться она будет значительно меньше в вашей голове. Вот. А пока что есть ощущение, что вы ведете с ней какой-то вот бой. Вы ведете с ней какой-то внутренний диалог. Вот. И не до конца вы эту ситуацию отпустили. То есть не до конца отпустили ситуацию с сексом. Вот. Не до конца, возможно, признали, если угодно, свою сексуальность. Вот. Ну, это естественная история с учетом того, как вы росли. Росли. Вот. Жалко. Жаль. Жаль. Очень жаль. Только что вы раньше не обратились к специалистам за помощью. Вот. То есть вам вот 40 лет. Вот. Было бы здорово, конечно, если бы вы за помощью обратились бы раньше. Вот. Ну, ничего. Как обратились, так обратились. Молодец, что... Вы молодец, что обратились за помощью сейчас. Вот. Вот. Выбирайте себе психолога и начинайте, начинайте, начинайте работать, начинайте исследовать себя. Исследовать твою проблему. Вот. Мама пытается вас либо защитить, либо подчинить. Другого варианта, в принципе, нет. Другого варианта не дано. Вот. Вот. Так что... Нужно выработать отношения к этому. Вот. Значит... Опять же, вы говорите, что у вас уничтожил настрой, да? То есть я бы здесь проанализировал отношения с партнерами вашими Евгения, как вы выстраиваете отношения с ними, в том числе и сексуальные отношения. Потому что, если образ сможет сбить настрой, то, ну, мне кажется, вы не полностью отдаетесь сексу. Вот. За драком перед мамой нужно работать. Ам... Значит, секс у меня происходит с мамой, а не с моими половыми партнерами по жизни. Это, вероятно, так проявляется потребность в любви мамы к вам. Вот. Значит, чтобы выгнать, нужно договориться и что они там делают, я вам сказал. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи.